Девушки отдыхают Так, давайте посмотрим, что у нас по составам Руководство командой Состав Юрий Ладыгин В принципе, все в хорошей форме И давайте начинать Мы играем в гостях Три очка нам сейчас необходимо, потому что Спартак Прошлый матч-то выиграл, и у них сейчас отрыв от нас Шесть очков, мы идем на втором месте А за нами Локомотив, у которого всего на одну очко меньше нас И надо выигрывать Тем более Хотя, знаете, вот с такими командами, как Терек, Урал Так скажем, командами Послабее по составу Но не слабее по мотивации на игру Сложнее играть, чем с каким-нибудь ЦСКА Или вот как прошлый матч был с Реал Мадридом С Томью вот мы выигрывали И получилось так, что в итоге сыграли всего лишь 2-2 Это было обидно Так, интересно, я смогу забить все Оп Есть Есть И попробуем последнюю Ах ты ж, прям в самую штангу Ну, ровно в девятку Е-е-е 7-339 И бронза получена Хорошо Начинаем, друзья Начинаем матч Терек против Зенита Матч чемпионата России, где Три очка необходимые В принципе, у нас сейчас такие матчи, что Везде победа нужна Терек атакует Аршавин перехватывает этот мяч Забрасывает вперед на Халка Халк Нет Там ни Диего Коста не смог Ни Халк Но Диего Коста борется И мяч достается Тереку Который будет вводить его из-за боковой линии Вицель боролся за этот мяч И отборолся Пас на Халка Халк на Диего Косту Тот забрасывает вперед на Дани Дани с мячом Халк Подача Но не точно Смольников Вместе с Филойни Они здесь боролись за мяч Не получилось ни у одного, ни другого Но Филойни продолжает Рубус на левом фланге Против него Ломберц Пас Пас И Кришта со Смольниковым здесь Разобрались Филойни Вперед забрасывает И у Халка Не получается выиграть мяч Но зарабатываем аут Филойни с мячом Вицель Слабая передача Филойни не успевал Диего Коста Выигрывает Пасует на Дани А тот Не смог сразу Ударить По этому мячу У Ансальди не получилось Филойни Кришта Аккуратненько так Филойни Корпусом прикрывает мяч Снова неточный пас Пока что Довольно много ошибок Хороший такой пас Разрез Убирает Под себя Кану Бьет И 1-0 Под пятой точкой Ладыгина Мяч пролетает Вот здесь вот Убрали Кришта На замахе Сделали пас И все-таки Кану смог Протолкнуть этот мяч Под галкипера И 1-0 17-ая минута встречи 1-0 Наршавин с мячом Пас на Халка Халк Забрасывает на Дани И апсайт Времени еще предостаточно Ну как я и говорил Друзья С такими командами Сложнее играть Как это бывает в жизни Так бывает и На Виртуальном матче Так скажем Ладыгин Забирает мяч В руки Быстрый ввод мяча Вицель Диего Коста Его здесь толкали Но судья не увидел Нарушения правил И показывает Что можно играть Ломберц Выносил этот мяч Ансальди Выигрывает В подкате И Дании Длинный пас На Диего Косту Который подхватывает Мяч Нужно забивать Удар И 1-1 И непонятные танцы А Диего Косты Но Здесь он молодец Перехватил мяч Защитника И Довольно Хладнокровным При выходе 1-1 Сравнял счет Многие спрашивают На чем я играю Играя друзья на ПК С геймпадом От Иксбокса В принципе Во многие игры Я сейчас играю На геймпаде От Иксбокса Потому что Он в принципе Мне просто Нравится И Проблем Особых С какими-то Настройками Как вот многие Покупают геймпады И Там нужно С помощью эмуляторов Настраивать Потому что Не во всех играх Функционируют Эти геймпады А в FIFA Геймпад Иксбокса Как родной Халк делает Неточную передачу Филеи не борется Один раз поборолся Второй раз поборолся А здесь Дани Подхватывает Мяч Но Дальше Так скажем Подхвата Это Дело не прошло Аршавин Дани Да Дани Длинный пас На Халка Но Это вообще Не точно Мяч просто Уходит в аут И футболисты Терека Вводят его Из-за боковой Халк борется Диего Коста Проталкивает Мяч Высоты Не хватило Сильный Вынос Мяча Диего Коста Протолкнул Один раз Ох как Филеи не врезался Соперника Ансальди Играет На Дани Дани С мячом Вперед На Ансальди Ансальди Диего Коста Не получилось Обратный пас На Ансальди Здесь хорошо Так довольно Футболисты Терека Разыграли И Ансальди Нарушает правила Будет штрафной удар 43-я минута Матча Счет по-прежнему 1-1 Ладыгин Забирает мяч В руки Пас Халку Здесь Смольников Набирающий Скорость Делает хороший Пас на Диего Коста И Чуть-чуть Не хватает скорости Голкипер Забирает мяч В руки Сильный Вынос Мяча вперед А это уже Футболисты Терека Филейни Не получается Сделать пас Вицель Кришса должен быть Первый Так и есть Но проталкивает Мяч Удар И повезло Что Кану Не попадает Пацаны 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 Занавес Матча Первого тайма Не попадает По воротам А так В гол бы мог Получиться И в раздевалку 1-1 Довольно Такая напряженная И в те И в другие Ворота Но Начался Второй тайм Нужно Забивать Дани Диего Коста Играет на Халка Халка играет На Филейни Филейни с мячом Пас на Смольникова Смольников На Вицеля Вицель Халку Халк бьет Рикошет И будет угловой удар Угловой удар Халк подает Подача Филейни Нет Первый Галкипер Гадзюр Забирает мяч В руки Снова Вперед Здесь Ломберс У него не получилось Принять мяч А вот это Вот уже опасно Смольников Аршавин Ансальди Хороший пас На Мигеля Дани Который доходит До португальца Диего Коста Удар по воротам И это гол Мигеля Дани Это он сделал Этот гол Как он убрал Под себя Защитника Вот здесь И просто На пустые ворота Выдал 2-1 Друзья 2-1 До 52 Минуте Диего Коста Оформляет дубль Ну что Попробуем Сделать Хэт-трик Если у нас Появится Такая возможность Филейни Не получилось Здесь у Филейни Сдание Протиснуться Но Филейни Продолжает Прессинговать Смольников На фланге Здесь уже Ломберц Аккуратно Выигрывает Этот мяч А вот Пас На Халка Не прошел Но ничего Вицель Казалось бы Уже выиграл Но нет Есть Дани Хороший пас В разрез Кришта Блокирует Этот удар Аршавин Дани Пас На Диего Косту Тот На левом Фланге Не спеша Набирает Скорость Подача Халк Нет Галкипер Выносит Мяч Кулаком Филейни Против него И Кану С мячом Заброс Вперед На Рубуса Но здесь Оффсайт Смольников Контролировал Ситуацию Немножко Сдал Назад И Получился Оффсайт Двойная Замена У Футболистов Терека Лебеденко Выходит И Алекс У нас Пока без Замен Ну давайте Посмотрим Кто у нас Может выйти Филейни Подустал Я думаю Вместо него Можно выпустить Анатолия Тимощука И пока что На этом Я думаю Хватит С заменами Халк С мячом Хороший пас На Филейни Филейни Борется Зарабатывает Аут И Покидает Поле Да Аут Оказался Не наш Вицель Здесь Очень хорошо Футболисты Терека Разыграли На фланге А здесь Оффсайт Здесь Оффсайт Ломберц Играет На Смольникова Смольников Центр На Вицеле Вицель Вицель Делает Хороший пас На Мигеля Дани Но у того Не хватает Скорости Здесь Кришта С мячом Играет На Ансальде Тот Вперед На Мигеля Дани И что Штрафной удар Показывает Что Мяч Попадает В руку Мигеля Дани Семидесятая Минута встречи Счет 2-1 Кришта Пытался Сделать пас На Халка И не прошло Вицель Борется Борется За этот мяч Не получилось А здесь Что Штрафной удар А ну Штрафной удар Я то думал Что Кришта Нарушил Правила Диего Коста Аршавин Подхватывает Мяч Повезло Там Защитник Немножко Ошибся Дани Входит Штрафную Дани Убирает Мяч Под себя Дани Бьет Блокирует Удар Два Защитника Здесь Халк Халк Пытался В подкате Вынести Мяч Вот это Может быть Опасно Лебеденко С мячом Против него Ломберц Лебеденко Делает пас Разыгрывает С партнером Здесь Халк Халк С нарушением Правил Немножко Но Судья Дал Отмашку Что можно Играть Халк Подхватывает Мяч Одного Прошел Второго Не получилось Диего Коста Легко Обыграл Одного Футболиста Аршавин Мне показалось Мяч Попал В руку Но Это только Показалось Аршавин Вицель Диего Коста Пас на Аршавина Играет На Халка Халк Подача Но Слишком Сильно Давайте Посмотрим Что можно Еще По заменам Сделать Состав Да Сильно Все Подустали Кержаков Давайте Выпустим Еще Шатова Вместо Данина Вот Так Вот Сильный Такой Вынос Мяча Такое ощущение Что они Хотели Нам Подарить Эти Замены Возможность На замену И Вынесли Мяч Подальше Аут Аут Будет Наш Вицель Играет С Халком Халк Снова На Вицеле Хороший Пас На Кержакова Тот Играет На Халка Халк Халк Выбивает Мяч В Аут И Немножко Стоит Потянуть Время Здесь Кержаков Доходит Пас До Халка Халк Подает Кержаков Удар И Александр Кержаков Выйдя На замену На 89 Минуте Забивает Третий Гол В этом матче С подачи Халка Они здесь на Двоих Разыграли Сначала Кержаков Скинул Халку Халк Обыграл Игрока Навесил И Кержаков Пробил Смотрите Ка В матче С Реалом Кержаков Вышел И забил В матче С Териком Кержаков Вышел И забил Тимощук Выигрывает Это единоборство Пасует на Кержакова У того не получилось Обыграть Ломберц Заброс вперед На Кержакова И Кержаков Выигрывает Эту борьбу Ну как Опасно было Аршавин Пас На Шатова Шатов С мячом Подача Кержаков Снимает Прямо С головы Александра Кержакова Этот мяч Ломберц И все Друзья Финальный Свисток 3-1 Побеждает Зенит Вот так Вот опять Пропустив Первый Мы забиваем Три мяча Зарабатываем Три очка Которые нам Сейчас Необходимы И давайте Смотреть Да Спартак Снова Выиграл И Разница По прежнему В три очка А вот Локомотив Не выиграл И теперь Отстает Всего лишь На Не на одно А на три очка И как раз Следующий Матч У нас Против Локомотива Давайте Посмотрим Что у нас Здесь За письма Срок Заявки Новой Зеландии Пресс-конференция Я думаю Мы Игрока Нет Давайте Похвалим Весь Зенит Общение С игроками Луишнету Я чувствую Что разу Хочу поговорить Насчет Заработной Платы По-моему Текущий Клад В игру Команды Я достану Получать Больше Денег Хорошо Давай Взглянем На твой Контракт Почему Нет Состав Трансфер Офис Контракты Игроков Зырянов Собирается Уходить Так Тимащук Дани Луишнету Луишнету Вот Три года Четыре Месяца Зарплата Да Ну давай Сделаем Пятьдесят Пять К примеру Вот так Вот И вот Так Ну что ж Друзья Подписывайтесь На канал Комментируйте Ставьте лайки С вами был Локи Увидимся В следующих сериях Пока Пока Пока